Вы знаете, для меня было, конечно, очень удивительным, что президент, мне кажется, ни с того ни с сего, без каких-либо серьезных оснований, вообще без оснований, выступил с инициативой, что председатель Конституционного суда будет назначаться Советом Федерации. Ну, во-первых, это конституционные изменения, надо сказать. И вы знаете, у меня невольно приходит в голову мысль, что это не его идея, это не идея Медведева. Путин взялся построить вертикаль, и это не простая вертикаль, которую он окончил в свое президентство. Это, видимо, серьезный вертикаль, за которую сам он до конца не брался, потому что в свое время дал обещание, что Конституцию он трогать не будет, и все изменения Конституции пришлись на период правления Медведева. И, надо сказать, ни одной из них, ну, пока, по крайней мере, вот из тех, что он выступил, изменение срока президентства, изменение срока Государственной Думы. Вот сейчас инициатива, так есть, изменить назначение председателя Конституционного Суда, они не имеют ни политического, ни экономического, ни государственного обоснования вообще никакого. И мне кажется, что он делает это для следующего президента, которым, ну, как все ожидают, по крайней мере, будет Путин. И тогда это будет совсем иная вертикаль. Эта вертикаль практически с императорскими полномочиями президента, потому что все буквально ветви власти, они в той или иной степени зависят от него. Вообще, у Медведева очень интересное положение. Я вот анализирую его действия. Вот, с одной стороны, он как бы связан какими-то условиями, о которых они договорились с Путиным, наверняка. На мой взгляд, все-таки. Медведев слишком мало работает, чтобы вносить такие поправки в Конституцию. Поэтому складывается ощущение, что он это делает ради следующего преемника. В народе ведь серьезно идет разговор о том, что он временное лицо, и что он как бы пришел для того, чтобы дать возможность Путина вернуться. Но, с другой стороны, я смотрю, он довольно серьезно все-таки, по крайней мере, не только риторикой, пытается проводить и свои какие-то идеи. Ну, например, он выступил, первое его, так сказать, выступление были посвящены созданию независимой судебной системы. Хотя мы ощущаем, что есть серьезные помехи, которые мешают ему проводить это в жизни. Ну, и третье, он все-таки себе позволяет довольно серьезную критику в адрес правительства, с учетом того, что Путин всегда очень болезненно воспринимает, вообще говоря, любую критику. Чувствуется он милый, конечно, видимо, честный человек, который хочет, как юрист и как лидер нации, хочет что-то внести свое, и не просто, так сказать, ужесточить ситуацию в стране, а он хочет, так сказать, и внести элементы либеральных составляющих. С другой стороны, он поддерживает все, что было сделано Путину с точки зрения укрепления вертикали, и продолжает его укреплять. Это два противоречивых явления показывают, что, в общем-то, он в довольно сложном состоянии находится. Это не простая фигура, вообще говоря, но в ней, конечно, желательно разобраться, потому что в чем-то ему надо помогать, но в чем-то надо серьезно противодействовать. Пока он этого противодействия не ощущает. Чем страшна вот та вертикаль, которая выстраивается Путиным и Медведевым сегодня? Получается, Путиным руками Медведева. Ну, а как еще можно сказать? Потому что это продолжение той линии, которую проводил Путин. Все первые лица, губернаторы, руководители судей, они поворачиваются своими головами не к тем, кто их избирал, и перед кем они должны отчитываться, а поворачиваются головами в Кремль. Там очень многое зависит от председателя Конституционного суда, очень многое зависит. И от того, как он поведет себя, и как руководитель, и как юрист, очень многое зависит. Надо еще иметь в виду, что Зорькин очень талантливый юрист. Он, пожалуй, самый сильный из них юрист, из всех, кто там есть. Это тоже имеет очень большое значение. Знаете, как в математике. Поэтому, если ему говорят, что вот не сюда, а сюда смотри, то, вообще говоря, может много чего измениться. Я только не очень понимаю конечную цель, каковая, так сказать, цель ставит наше руководство. Если совсем они хотят чисто авторитарный режим сделать, вообще чисто авторитарный режим. И я очень боюсь, если мы к этому идем, то это катастрофа.